а вы зачем физическую силу к человеку применять полицейский мой переулок на своем переулке порядок наложил да правильно а чё нам у нас есть вот тут еще один сберетный участок смыть что может зайдем в полицию а там еще есть вот это поворот смотри сколько юрий вы не устали на в день города дубой должен быть чистым правильно вот это нагрузили вы вот человек сразу встал господа полицейские а где отделка у нас раньше он здесь на поле на последнем переулке был когда вы маленькими были а сейчас на среднем один далеко через через на переулку может им отдадим ну давайте держите вот вам административное правонарушение 12 30 либо это захват тюрьмой городской либо это мусор на дороге статья 12 33 хотите если в принципе статья не подразумевает предупреждение соответственно с вашей стороны будет бездействие если вы не возбудите хотя бы административного производства для восстановления вечности кто это допустил здравствуйте а почему вы умерли? мужчина не понял что вы умерли? а вы уставали? мужчина я не понял вы в каком вопросе? колышка кто вам дал право собирались? мужчина не мешайте я с полицейским разговариваю давайте я сейчас вызву участкового это я это мои колышки, они государственные они стоят здесь охрана здания мужчина я ничего не понял вы полицейский что ли? ну да дело в том что вы уж меня простите товарищ полицейский я бы об этом не знал просто когда полицейский подходит согласно статье 5 законная полиция он представляется я поэтому и обращаюсь к вам мужчина потому что вы забыли это сделать вы тоже мужчина да 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 так товарищ полицейский выполните да что? статья 5 законная полиция я вас спрашиваю почему колышками брать в происшествии? пока вы не представились вы бы меня мужчина и никаких требований предъявлять мне не можете вот в чем все дело понимаете сейчас разберемся что нибудь еще? полицейский полицейский да старший лейтенант полиции Никитин Игорь Юрьевич Игорь Юрьевич до 9 февраля 2021 года Игорь Юрьевич так это вы установили вот эти предметы на проезжей части я сейчас тогда подам соответствующее заявление участкового чтобы вас пригодили к ответственности по статье 12.33 нет у меня нет по статье 12.33 в отношении вас чтобы было возбуждено административное дело хорошо у вас паспорт есть? нет зачем? я же свободный гражданин мы же находимся на территории на территории Российской Федерации вот у нас не режим еще раз прошу почему брали полушки? ну потому что это нарушение сейчас в отношении вас будет возбуждено административное дело я являюсь журналистом очень хорошо будьте знакомы потому что это не является я вам это знаете я вижу что в полицействе часто бывает что полицейству нужно по два раза повторять одно и то же но я вижу в вашем случае вы нам его вопрос очень ответили я третий раз отвечаю на ваш вопрос вот отвечаю какого вы воспринимаете информацию? не готов пока сейчас я выясняю сейчас я вам просто сразу не брал участковый как раз да оформит отношение его также может протокол составить можешь выходить хотели да а тут вот думали да отделение просто здесь близко было а так далеко так вы куда конус-то берете? подождите подождите это находка наша это наши конусы уже все мы их нашли я сейчас наделать покажу что такое бери руки себе что? сейчас я тебе покажу это что это? полицейские подождите не уходите я буду писать по данному правонарушения не по данному правонарушения это правонарушитель по данному правонарушения вы не могли вставлять какие-то участковые полномочные строительства с банками Александр Игоревич я бы хотел бы заявление написать про несчастность ну давайте прежде всего давайте пересекем административное правонарушение подождите вы орган власти если он сейчас нас убивать будет вы тоже будете бездействовать к нему обращаться? нет ну правонарушение происходит сейчас? правильно? по данному факту почему тут стоят вот сейчас чуть ДТП не было из-за него вы по данному правонарушению обойти целую ну что ну вы что он же только что признал что он и есть нарушитель вы у него уточните по какому поводу были установлены подушки зачем уточнять это правонарушение что уточнять уважаем здесь избирательный участок есть бумаг по антирористической защищенности здесь парковочка платная знак же есть еще раз повторяю полицейский мы не хотим вас ни в коем случае я не хочу вами ругаться я вам объясняю что есть постановление есть решение моей организации которое называется ГИБРД которая есть такая позиция которая обеспечит безопасность здания сейчас я стал поставить машину и что-то будет без вопросов ребят я очень прекрасно так не пойдет я очень прекрасно никаких отступлений от законов Российской Федерации в момент выборов не может быть вы не можете совершать административное правонарушение это не конкретно руководство вот эти колышки вот эти колышки где это постановление это государственное могу я ознакомиться с каким постановлением на которое вы ссылаетесь это правительство я выполняю распубликованное оно опубликовано еще раз повторяю вы меня не провоцируете своим вопросом я вам объясняю мою позицию весь участок он террористически защищен все машина здесь не паркуется там пожалуйста а вот это что за машина то есть если я захочу сейчас сюда поставить машину я не смогу это сделать правильно или что если у вас есть разрешение на въезд сюда она на территории пожалуйста в плане разрешения на въезд вот там открытый же въезд это это или вопрос как вы проверяете разрешение на въезд что там должно быть написано вот вы как владелец машины и что является в избирательной комиссии учеников все участников допустим разводят бюллетень или еще что-нибудь и кто это выдает это разрешение не знаю теперь пожалуйста вы не знаете кто выдает я вам сейчас выпишу тогда от своей редакции не надо ничего выписывать скажите пожалуйста а вот как человек допустим если вот повернул сюда он как по этому об этом вообще поймет вы же не знаете от кого вот о том что вы говорите ни знаков ничего не платная парковка ну что земля города машина ну как и что еще раз повторяю вот здесь есть там машина сейчас в данный момент вы меня отвлекаете вы убрали вот эти корочки будет что-то произойдет не вопрос с меня все взятки говорят сейчас вы на себя берете ответственность с меня будут конечно что тогда давайте что это за вообще запишите мои данные а как вы меня потом найдете сейчас привет старший будет вам объяснить все если вы хотите записать заведение по данному факту вы можете пройти по административному 11 когда привык это вот это помещается с этим заведением чтобы получить талон уведомления это имущество ГИБДД заполнить руки уберите пожалуйста я сдам как на охоту ой что вы делаете а вы зачем физическую силу человеку применяете полицейский я нашел препятствующий дорожному движению предмет я сдам в полицию там заберете после заявления я сдам как на охоту это мусор это мусор препятствует на дороге движения мы сейчас все сдадим в отдел полиции и оформим должным образом повреждение повреждение дорог дорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения которые создают угрозу безопасности дорожного движения а равно умышленное создание помех в дорожном движении в том числе путем загрязнения дорожного покрытия влечет наказание в виде наложения административного штрафа а где? где? а где? а где? на должностных лиц 25 тысяч рублей здрасьте здрасьте заявление в дежурку а это находка находка нашли находка нашли давайте пойду а то тяжело да пускай тут пока он сейчас да сотрудника пропустите он с нами мне интересно сотрудника говорить без муляжей да проверяйте сегодня уже одного я поймал сотрудника а это проверяющих усбшника правильно так их покажите что полицейские не просто извините дебилы которые тут могут токсеть нормально охраняйте уже одобряю молодец а что нашли да какой то гад короче платную парковку конусами заставил конусами и для кого то держит место да предположительно этим негодяем является вот этот мужик в форме вот говорит это я сделал террористов ловлю вот и есть якобы какое-то постановление никому неизвестное нигде не опубликованное но где то оно есть что он так делать должен террористов изловить или предотвратить вот мы тоже сейчас думали что он вредит на самом деле но факт фактом да нехорошо получается нельзя в центре москвы еще и в день города представляете в день выборов и в день митинга Навального про экспансионные реформы самый главный праздник если ему сказали что-то огораждают то надо таскать ну а если сказали там ну это ж нельзя делать а вдруг митингующие там разъяренные тем что у нас пассионный возраст повышают пойдут извините свергать власть простите и тут и конусами кидаться и тут еще места которые они могут поставить машину либо места забронированы а конус кинуть можно как это мужик ограничил их еще вправа к тому же вам в конус смотрите можно сколько всего положить вот смотрите он полый вот то есть и так люди недовольно а тут еще и парковка платную парковку отбирают у людей ну вообще это ни пенсии ни парковки куда это годится здравствуйте что это находка кто то кто то кто то поясню вам кто то напротив улика на большом головине номер дома не на большом голове там уже последний а это напротив а последний переулок господи родина моя я там жил всю жизнь именно последний кто то ограничил платную парковку вот этим мусором на дороге квалифицироваться на мой взгляд это статья 1233 кодекса административных правонарушений предупреждение не предусматривает вот прошу значит оформить это значит возводить административное расследование привлечь к ответственности лицо которое это совершит заявление да бланк устного заявления возьмите пожалуйста в соответствии с пунктом 14 приказа МВД номер 736 бланк устного заявления возьмите пожалуйста он не устал нёс руки трясутся он не дает тогда в сторону уголовного да это административка зачем нам уголовка любополицейский устное заявление принимает даже на дороге участковый к любому подходишь и все участковый кстати этот Степаншин что-то там был Степаншин он там был или как его там не Степаншин как его фамилия Юрьевич какой-то Юрьевич строится знаете что Товарищ дежурный по времени немножечко оповестите просто если это долго будет то по времени оповестите как долго нам ждать и чего ждать то мы уйдем и оставим сообщение о том что не было а так устное примите и все а сколько ждать ну давайте тогда примите сообщение что нет нет сотрудника который который примет устное заявление вот вы ж видели я мёс руки трясутся что ж непонятно это вы тут пишете это вы ж пишете а я к нашу давайте фамилию вашу больше да 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 последний 27 вообще до 27 да обнаружены обнаружены конусы награждает шмон например препятствующие парковки транспорт на сей на территории текста Как это правильно сказано, на тех, кто ли платный отход? Да, в зоне платный отход. В зоне платный отход. Хорошо. Всё, спасибо. Придёт информацию поискать. Да, опишите, пожалуйста, конусы. Мы их нашли как находку. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!